дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фейген life сегодня вторник 25 октября время 22 часа и мы проводим очередной стрим день 244 7 сочи алексей рад 9 добрый вечер буквально с минут на минуту вот только что закончился прямой эфир с участием генерала бена ходжеса бывшего командующего сил сша в европе у нас любезно принял в нем участие и алексей арестович а вот поэтому я всех отсылаю к этому эфиру который только что закончился поэтому прошу пожалуйста ссылки на этот эфир размещать своих аккаунтов социальных сетях группах конечно же вот посмотреть этот эфир кто не успел посмотреть ну и конечно подписываться на канал фейген life и канал алексея арестовича вы знаете что в описании к этому видео по ссылке вы можете пройти и подписаться на него последнее что хочу сказать мы благодарим юрия рашкина который нам помог привести синхронный перевод осуществить предыдущего эфира с участием бена ходжеса так что подписывайтесь на его канал рашкин репорт он в описании к предыдущему видео будет в описании тоже стоять эта ссылка алексей у нас больше 100 тыс смотрит больше 25000 поставил лайки спасибо и мы тогда начинаем но скажи нам что за эти сутки произошло такого существенного ты отбыл ты покинул нас но ненадолго надеюсь да как пойдет ну хорошо пусть пойдет хорошо но в любом случае расскажи вам на фронте происходит на фронте значит наш генштаб как всегда скуп сдержанный вот оптимистичен вот она злые российские языки утверждают что некоторое движение их противниках в район сватово причиняя там большие неприятностями они не успевают эффективно его затормозить несмотря на все ранее предпринятые усилия организационные материальные боевые и так далее одновременно в районе кременной и южнее они пытаются ходить в контратаке и кстати пытаются создавать условия для контратак на сватовском направлении как бы задача пропагандистская задача политическая переиграть всу обратно и показать что ну типа мы тоже на куку кое на что способны подобная же задача как я понимаю стоит и герсонской области не просто остановить и разбить еще и создать условия для прихода дальнейшего наступления разу говорю провалится одно и второе но смелость города берет размах так сказать впечатляет вот это уже седьмое взятие донецкой области с начала войны седьмое наступление восьмое наступление на герсонской и вот-вот я так понимаю что они победят где-нибудь на под бахмутом запорожье и авдеевкой как они этот самый любит говорить но там примерно та же сам активность под бахмутом наших отодвину значит чтобы вы понимали восемь атак до обеда восемь человеческих волн до обеда вот эта обстановка под бахмутом то есть самого раннего утра после очередной артиллерийской подготовки по восемь попыток атаковать наши позиции до обеда то есть это каждые полчаса одна легла вторая одна легла то что они существенно отодвинули в ссу наши нет мы отодвинули сильно все извиняюсь а вот я к тому что несмотря на это они продолжают штурмовать этой позиции по по 8 людских волн за за полдня как бы за полсуток вот такая там обстановка но это кто это мобилизованные зэки все таки мы хотим это все масса вагнер зэки мобилизованные штатные россия российские части и так далее вот там там просто идет соревнование что раньше закончится или мобилизованные и снаряду российского ни то ни другое особо не помогает но но тем не менее как бы это впечатляющее зрелищем таскать тупо людские волны как под ржевом во вторую мировую туда слой на слой но так российское командование мы об этом много раз говорили но она не перестает удивлять честим и хвала ниже мы не учатся и поставить так ну давай продвинемся немного еще до херсона потому что там но с херсоном понятно они пополняются усиливают группировку пополняют не собирают да никто никуда уходить не собирается перебрасывать войска вооруженные сиботехнику вспомним совершенно откровенным намерением разгонить нас и наступить даже вперед где-то в сторону николаева в сторону гривого рога ну понятно что рассчитали на бумаге мы забыли про враги по ним ходить но для нас это важно тем что никто ничего не собирается сдавать никто никуда не собирается отходить наоборот херсон за херсон пристают тяжелейшие бои они так были тяжелые будут еще тяжелые перспективах его освобождения пока говорить в принципе сложно потому что они делают все чтобы эту группировку усилить вкладываю так сказать не человеческие усилия чтобы чтобы все это получилось ну да понятно это понятно но можно судить о том какое количество мобилизованных например они отправят нас мобилизован потому что это действительно биомассы которые вот как сказал бен ходжес в предыдущем эфире они хотят вытянуть до зимы вот живыми телами молодых людей которых они мобилизовывают они хотят выиграть время время в обмен на тела это понятно значит с тел с телами там все в порядке в кавычках там я думаю что убитый ранен уже под тысячу мобилизованных нужно быть больше побольше уже наверно будет дело в том что добавляется ну каждый день на десятки если несу это очень быстрый процесс два месяца такой войны как раз до нового года они как бы станет очевидными как мы с тобой когда творили критерий такой в круге любого россиянина не останется знакомого которая не погибла ну да 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 в украине когда это очень сильно это это прям прямое социальное воздействие да как будто соприкосновение с войной непосредственно не по телевизору левада центр же выкатил там опрос я не знаю видел ты или нет но он констатировал не констатировал я тебе ссылку пришлю крупнейший за всю историю российской зависимости 90 года просадку общественного общественных настроений россиян во всех возрастных группах резкое падение главный удар нанесла частичная мобилизация отвечают респонденты а ну и понятно под подорванная основа общественного договора и основы так сказать существования среднего россиянина вот как он видел себе жизнь куда он устроил куда я планирую в этой жизни предполагалось найти с дивана когда они поймут что эта мобилизация еще оборачиваться огромной кровью но тогда посмотрим какие тогда будут кровью его близких знакомых да и для родных да еще один момент до выступления мишусти на момент отношения мобилизации мишустин премьер сказал что необходимо мобилизовать все усилия легкой правильности чтобы обеспечить формой мобилизованных то есть это прямой это прямое признание в тупую просто да вот так что не по что одевать этих самых моделей просто не во что можем представить если нет одежды то как дела обстоят со вооружением военной техникой и всем остальным предметами снаряжения аптекой военной медицины я вообще вот как бы так можно россиян спросить уважаемые россияне вообще это терпите я умом понимаю но но сознанием нет тупо хватают с улиц тупо без всякой подготовки мясо вы видите среднюю продолжительность жизни мобилизован 20 сентября призвали 10 сентября погиб и то это позже человек это стоит две недели если космены по 5 раз так по 7 по 9 и так далее то я не украина была раза три снесла кремль бы и пробежала бы туда-сюда затоптала внули свою власть при такой попытке с ними обращаться поэтому причем независимость от ответственности этой власти до до совершения здесь много мы не глупые люди я далек от того чтобы россиян записывать криворуких ублюдков которые там да как бы да кровь зубов капает они орки ничего не понимают в современной технике философии медицине гуманитарных науках психологии и так далее полно образованных людей умных людей людей состоявшихся как вы это умудряетесь терпеть у меня такой вопрос просто чисто дорогой вот в небо как вы можете летчика забирают перед вылетом с кресла пилота военкомат о чем можно говорить ну ладно бы государство подходил ответственно к вам готовила там месяца три хотя бы бы снабжала по первой линии ставила ясные задачи умело использовала тогда по какие-то призрачные интересы россии не каждый должен быть геополитиком понятно что человек может не разбираться про бучу не слушать и так далее но надо же одно очно видно прямо видно что вас катают как нас как бы ну как я не понимаю 10 минут мы в эфире уже 300 тысяч человек нас смотрят 54 тысячи поставили лайки спасибо всем пожалуйста не забывайте что в зависимости от вашей активности если вы размещаете ссылки на наши эфиры группа которых состоите а есть кто-то из россии нас смотрит пересылаете через мессенджеры это помогает тому чтобы как можно больше числа людей особенно все в той же россии посмотрел наши эфиры и в общем сделал некоторые выводы по поводу идти ли идти ли военкомат не идти военкомат потому что как бы возможность это дорога в один конец вполне прикладная утилитарная цель этого просмотра может быть я вполне допускаю но хорошо давай перепрыгнем на некоторые новости вот президент израиля ицхак герцог во время своего визита сша обнаружили доказательства использование иранских дронов на территории украины сообщила пресс-служба президента израиля то есть вот смотри давай это рассмотрим новость в контексте событий говорят что динамика эффективности стала падать использование дронов российской армии уж не знаю ты лучше скажи так это или не так и за счет чего такое могло бы произойти лучше сбивают появились средства для борьбы с дронами или же в общем какие-то иные причины всем очевидно что иран поставить дроны всем очевидно что иран вовлечен фактически в войну но вот все-таки интересно а получила ли противо средства против дронов украины и использует ли их в том числе от израиля основное усилие основная причина эффективности борьбы это то что организационные усилия соответствующие предприняли и теми средствами которые есть как бы эффективно боремся ни одна угроза не существует для людей с умом не существует долго очень быстро находятся средства противодействия особенно в современном мире тем более такого такого это же чай не танки во вторую мировую это там быстро впервые там тоже быстро нашли способ противодействия и газы внезапно существовало трое суток как бы все стало понятно как с ними бороться и так далее что касается израиля я не думаю что все эти таинственные разговоры которые намекают что получили и так далее информация никто ничего не получил а вот эти вот как бы залихватские подмигивания в стиле у нас из такие ракеты но это не узнать не соответствует действительности что касается разведывательных сведений это как бы ход иран тоже предпринял свой ход они предложили украине создать комиссию по расследованию это смешно да но но то наглость такая как у колымского этого самого это мобилизует в особые в особые отряды до пригожных зон вот поэтому как бы это любопытно ход но вот видимо израиль не выжил лице президента показал разведданные формулировка была такая мы опознали там иранские виталеринское производство не но опознали ты же понимаешь они правду ведь не скажешь что типа визуально опознали они конечно имеют разведданные покажут не на публику а тем кому надо передадут данные но этого явно недостаточно потому что если это делать это же но вывод дайте на эти дроны вот у вас есть изделия которые помогут их сбивать все американцы их предоставят но это тоже не выход я все не выступал на новом радио по моему израильскому которым и ты выступал прямо передо мной практически они говорили о том что нового дело в том что в израиле идет обсуждение дискуссии по этому поводу следующим образом что у нас по нашим оценкам там несколько тысяч таких и дронов и средств есть у проиранских группировок на границах с израилем и у хамаса и у хазбаллы мы что-то отдадим то мы голые останемся у нас хватит средств для защиты собственной территории израиля там на несколько дней и это одно из препятствий которые не дискутируются в прессе выборы же 1 ноября и так далее и что нельзя оголиться самим и предоставив эти средства вот давай все правильно говорят правильное решение может быть решение может быть только оно не для пресса не для мегафонной политики этих решений нужно искать тихо бесшумно и без розголосу по как по-русски будет без 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 обнародования широкого этих всех этих самых правильное заявление сделано пример лапит сказал что они с украинским народом этого вполне достаточно как бы до оружейные контракты или действия разве службы служб и так далее это тихая работа были в случае с израилем что касается израиля все абсолютно просто понятно да люди людей несколько фронтов в отличие от поляков британцев американцев они ведут сейчас войн практически на израиль у него сирийский фронт ливанский фронт газа и чего ж там греха таить иранский поэтому да и израиль эта страна которая точно также раз несколько лет сидит месяцами вообще бомбоубежище месяцами и в каждой квартире в каждый новый дом сдается со специальной комнатой укрытия израиля израильцами очень хорошо такой сидит под сотнями тысячи на ракет которые по ним запускают и перенасытить израиль даже в 2006 году хазбалла запустила тысячи ракет из израиля практически парализовала израильскую промышленность что очень больно бьет по ним сразу потому что страна маленькая производство и так далее люди сидели два месяца в бомбоубежищах не вылазил смерти и так далее это самое главное паралич тыла вот растерянная армия которая не знала что делать с таким количеством ракет то есть как конкретный десяток баллонов можно было еще поймать где-то в какой-то деревне и перестрелять из танка там а вот что что делать с тысячами ракет при том что авиация работала уничтожала там весь склады крупные ракеты были сразу уничтожены вот куча мелкие да перенасытели они это прекрасно знают они с этим сталкивались и даже их средства израильские ограничены потому что если пульнут из ливана сирии и газа одновременно то никто ничего защитить не сможет в лучшем случае прикроют какие-то особо важные объекты особо важны поэтому как бы то то же самое что хочешь нам сказал очевидная вещь но мы повторим чтобы все прикрыть не может ни одна страна мире соединенные штаты не могут прикрыть себя все можно прикрыть только особо критические объекты инфраструктуры это все нам остальное будет сыпаться на голову гражданским да которые будут бегать в военном бегать в бомбоубежище то же самое здесь сколько бы нам не поставили даже израильцы нам что-то отчипнет то это будет хватать ну не сплошной зонтик над украиной а в лучшем случае на прикрытие как несколько критических объектов или более лучшее прикрытие чем сейчас колоссальная проблема хочешь за правильно сказал мы не рассчитывали на такую интенсивность полу мы готовились это для тех зрителей которые не смотрели или затравки что посмотрели мы как бы готовы были прикрывать аэропорты военные аэродромы порты для того чтобы войска приходили с американского континента но простите как бы да прикрывать гражданских как по которым вы перелатыми ракетами не рассчитано на пву в мире самая история у нас и причем украинское пву умудряются таки это делать прикрывать мы стабильно забиваем пятьдесят шестьдесят процентов всех воздушных целей стабильно это очень высокий показатель особенно учитывая что мы перегружим которому 30 лет по меньшей мере а то и по 35 по 40 технически летать не должны эти ракеты они летают наш против воздушных ты понимаешь ты чего в контексте израиля и угроз ему там вообще кстати на ближнем востоке возникает войны из ничего быстро моментально вроде вчера все было нормально и вот падеж ты уже повод и все полетела понимаешь с разной периодичностью но это именно так происходит но с другой стороны вот вот такой поставить есть вопрос а израиле сильно выгодно чтобы сотрудничество рф и ирана увенчалась успехом чтобы военно и я ставил это просто но это же понятно что как бы это риторический вопрос ответ на него очевиден им не выгодно но еще меньше им выгодно чтобы вы мячное производство в центре израиля прилетела там с десяточек ракет взорвались и мячный баллон и тогда привет привет половине изра и там или другие техногенные катастрофы они в очень сложном положении очень сами поэтому хай борется за себя за свою национальную безопасность за граждан а если у них есть возможность нам помочь то или иное скажем огромное спасибо они так нам передавали не военное известно передавали скоро помощь это есть нож но как бы в общем понятно вот смотри марш давай так еще раз израильтяне под розой поле ну вот и он сказал о том что вы задавались вопросом а собственно что в обмен на ваши дроны то на дроны иран получит от россии ну как бы это то что мы много раз обсуждали а что действительно израиль боролся и будет бороться противодействовать ирану искать приемы способы борьбы в том числе внутри самого ирана и так далее так далее но это не означает что это снимается проблему от этих тысяч тысяч ракет которые могут прилететь ежеминутно на любое действие кстати страны израиль поэтому он свои меры противодействия называл оказывает и будет оказывать да мы своего я просто к тому что главное у нас есть у нас наконец-то появился общий враг было много недоразумений горьких в украино-израильских отношений а теперь появился общий враг даже калийца россия иран израиль никогда не называют россию врагом но с ираном у него все точно понятно поэтому почва для сотрудничества создана если мы будем умными а не политиканами то у этого сотрудничества очень иные строки по спать сожалению не скажешь я предпочел бы чтобы оно было негласно негласно а самое эффективное так 20 мм эфире давай поговорим о грязной бомбе и тема продолжается вот мы ее кстати исходишь сам обсуждали на предыдущем эфире он свое мнение тоже высказал самом начале эфира задумал этот вопрос то есть он в общем считает что да это попытка провокации многие на этом сходятся москва педалировать продолжает эту тему сейчас они мечутся пытается созвать совбез оон вот как постоянно член инициировать такое рассмотрение где это грязная бомба мы по этому поводу шутили новое 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 заседание лаборатории то есть они будут постоянно пушить эту тему не бомбы так биолаборатории и не нет газ не газ так еще что-то придумать и так далее это за за спамить просто международные органы не спамят спамят наши дронами а международные органы спамят всякими такими вбросами когда постоянно члены безопасности требуют от он соответствующих этих самых заседания то он и проводится обычно вот они заставили за спамить он не дать не дать им работать с довести ситуацию до обсуждая государство спамщик такой себе но просто я вижу в этом по части он помнишь они к секретаря то он предъявили претензии вот это не бензи а значит о том что типа если ваша комиссия поедет киев проверять иранские дроны или не иранские то мы вообще пересмотрим сотрудничество и тут же они в том числе закидываю теперь этот же секретаря потому что ну как бы это взаимодействие считает на постоянной основе тем что давайте немедленно теперь займитесь и грязной бомбы они дронами такое ощущение что эта попытка еще и здесь сыграть на то что а вот у нас вы говорите дрона у них грязные бомбы грязные как ты сказал что было бы ниже свое достоинство кидать на них чистую бомбу а только грязь давай вот еще о чем штанмайер заявил президент сегодня в украине он ночью по мне так приехал побывал где-то в чернигове в подвале еще где-то ночью повозили его напомню что штанмайер один из инициаторов минских соглашений но вот этого плана штанмайер выразимся так не самих минске соглашений а вот их толкование так сказать которого долго болталась в качестве предлога для москвы значит трепать нервы и участника на 4 и самой украине был предлогом как бы к оккупации на это никто не купился в общем война кончилась но неважно он заявил что пообещал зеленскую передать украине две установки рсзо марс и четыре самоходные установки pch 2000 это гаубицы четыре самоходные установки это много мало что это ну для нашего фронта это ничто ничто но спасибо что есть это вот цена разоружения который 30 лет длилась после распада советского союза когда не понадеете на зонтик сша сша готовилась прокси войнам типа там с партизанами вот и все верили что русские русские покаялись до россии может можно теперь безвозбранно покупать газ и ничего бояться нет ни тузла не 2 чечни не растрел собственного парламента на какие мысли и реакция на не попытка вам переворота партнете черногории которые стали не мешались в сирии не беспредел в африке никого ничего не убеждали когда война заполыхала на границах европа не задумались а когда задумались выяснилось что вооружение нет поэтому сейчас вот эти слезы 4 гаубицы даже вообще ни о чем ну спасибо что есть спасибо и на это и немцы отдают и потому что у них там сотни тегаубица нет мало дают они реально дают там большое количество их у самих очень мало и вот они это с это с то есть это лепта которая для германии весьма серьезно она в относительно в относительных цифрах она в абсолютных маленькая для нас в относительных да германия дает здоровый кусок своей боеготовности дают что у них у самих там считанные пару десятков тройка так разборались это как французы французы имели 90 цезаря отдали нам восемнадцать а потом еще датский контракт завернули на двенадцать ну то есть треть четвертая часть да она четвертую до пятую пятую четыре с половиной это большой снос очень они просадили свою готовность боеготовность отдав нам но с одной стороны для нашего фронта где мы имеем 900 километров активных боевых действий сейчас активных это всего 1300 харькова до херсона активных 900 из них это что такое там восемнадцать и четыре панцергаубец ну как бы не звучит но если посмотреть в процентах они дают много ряд пятую часть забрать и отдать это много 400000 нас смотрит больше ста десяти тысяч поставили лайки и 25 минут мы в эфире я напоминаю пожалуйста обращайтесь нашим зрителям подписывайтесь на канал фиген life мы тут приближаемся к 1 миллион девятьсот двадцати тысячам сказать мы на финишной прямой до двух миллионов только от вас зависит как быстро мы этого достигнем точно абсолютно чем больше подписывается тем выше определенной вероятности того что больше людей будет смотреть особенно из россии потому что ну как бы теперь это уже не какая-то далекая война там хорошие можно посмеяться чипси погрызть вот-вот один тридцать трехлетний как мы говорили айтишник поехал через недельку вернусь пакетах таких почти айтишных вот так что я думаю это будет полезно как можно большему числу людей смотреть подписываться и так далее вот два объявляет 22 заявленько раздел пентагон сша не видит признаков подготовки рывками ядерного оружия 1 2 россия уведомила сша о планах провести учение своих стратегических сил но это рвс москва выполняет обязательства контроля над вооружение тоже пентагон заявил вот смотри мы как на американских горках как на качели туда-сюда туда-сюда москва доводит до обострения но сейчас вот грязные бомбы с одной стороны с другой значит все очень корректно да нет 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 что вы что хотели но тут даже учение какие правой вы что же проводите но вот мы вас уведомляем не подумайте что мы хотим посредством этих учений прикрыть вообще удар стратегическим вооружениями к по объектам там европе или америки не дай бог не говоря уже мухой вот такая попытка отыгрыша постоянная но с другой стороны все равно эскалация по этому направлению продолжает идти и сказать о том что она снялась невозможно потому что один день таки но есть другие такие нет все продолжается на твой взгляд вот мы в какой точке этой динамической находимся на верхней на низкой угрозы я очень слабо верю в возможность применения российской федерации после саммита в самарканах индия китай очень дали понять что это не в их интересах вот я думаю что он сможет перепрыгнуть даже позицию одной из этих стран недели китая а двух одновременно точно поэтому более того я мобилизация это было как решение принято когда поняли что ядерно оружие не вариант более того вот эти все угрозы техногенных катастроф бесконечно сам шантаж через запорожскую через снова на выкаховку через грязную якобы бомбу это лишь на раз показывает что ядерно оружие как вариант не на столе было бы на столе они бы прямо грозили угрожали предупреждали переходите черту мы тут на наш готовности и так далее так далее но такие реплики позволяет себе только медведев спившийся больной человек как бы да которая специально для это специально для этого держит вся российская дипломатия власти наоборот заявляют что мы не заинтересованы мы не будем применять несколько таких государств украины без ответственно если у тебя есть вариант ядерного оружия ты не будешь антажировать техногенных катастроф у меня не смысл может прямо говорит так еще один шаг и мы лупим ядер мы приняли решение все ребят пока нафига пугать дополнительным набором угрозы у тебя есть прямая угроза это все равно что ты вот в лоб направил противнику пистолет а потом горьше у меня еще рогатка есть это не снимать да могу кимагикин кину тебе прямо в лоб если будешь плохо завести я отвертка на машине нацарапал слова путин да поэтому нет смысла если ты поднял пистолет есть все на лоб направлен это уже все ну вот они они как бы а вот когда набор появляются надписи на машинах желтый земляной червячо червяк там до рыба как это отзываются и грозят там затоплением шлюзов вот это для меня признак того что пистолетик то спрятали всего разных причин не готовы к применению пистолет ну подумай сам вот трезво тебе идея китай говорит не надо применять ядерное оружие а потом американцы говорят а мы запустим 11000 магам как первые сутки после применения ядерного оружия и путин будет мишенью вот те сразу после этого еще резче хочется применить ядерное оружие правда ну да ну да да такая легкая неразбериха в голове головокружение вы кашель что там его приписали к кашель и поднятие температуры на суде клизмы клизмы очистительные да и вот как раз эти дроны все эти попытки положить если у тебя сядер наружу на хрена тебе ложить и как нас вверх как как вариант на хера тебе ложить украинскими энергоструктуру блокаут у тебя есть козырь которые посадят которым блокаут это детский сад на именно блокаут эти ты сотни иранских дронов это удары по гражданским объектам все это это все лишний раз показываю что вариант с ядеркой отложили решили подавить иным способом смотри в контексте предстоящих в ноябре саммита двадцатки две новости которые показывают песков пресс-секретарь путин заявил что пока еще не определено кто возглавит деленько россии на саммит премьер-министр легкой промышленности точно точно да 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 ну то есть это означает уклонение от вопроса поедет путин или нет и возможно это находится в связи с позиции соединенных штатов которые обращают раз за разом то мид российский то сам путин о том что надо провести переговоры но эрдоган помнишь заявлял о том что раз с киевом не получается переговор давайте эти переговоры проведет запад как страна и собственно говоря можно воспользоваться саммитом двадцатки для того чтобы это сделать но вот мы послушали буквально день назад о том что якобы 30 конгрессменов американских обратились с призывом к байдену провести такие переговоры сегодня они уже отозвали обратно свое письмо ну не знаю не знаю но в общем отозвали но мистер обороны румынии заявил позавчера по моему о том что по-моему я имею ввиду день точно заявил что хорошо бы переговоры тут же поплатился отставкой это очень рискованная тема заявлять о переговорах это может позволить себе два человека маск и папа римский который сегодня прислал который который сказал что в ватикане да он готов предоставить ватикан для переговоров и тогда всем остальным очень рискованно такие на такие темы бросаться ну эрдоган может себе позволить его там определенных финансов почему путин не едет понятно потому что он либо находится в состоянии когда его нельзя показывать людям уже физически да 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 либо он либо и или они просто боятся элементарной там какой-то там опускание лица я бы сказал там со стороны делегации ну и потом как сказать пошутил один мой товарищ он говорит вы же зеленский непредсказуемо сказал это не моист это его он может подойти дать ему по морде просто ядерный удар по боли на носителе что после того что ты будешь с этим делать сбивать самолет сбивать самолет зеленский так он придет таким маршрутом в таком сопровождении что не получится сбить но я так понимаю зеленский не поедет на саммит зеленский но я условно говоря если вдруг поедет то там да можно и выхватить поэтому хайми шустин отдувается заодно подоговорить попытается договориться с андонезией о том чтобы значит этот сам пошили там немножко форму мобилизован ну вот видишь вдогонку то президент макрон ты сказал вот так сказать папе римской джон с ним разговаривал и призвала президента сша сесть за стол переговор для продвижения процессу регулирования в украине да и папа римский вот я всегда хочу спросить были урегулирования чего это что прорвано урегулирование чего собрались урегулировать регулируют кран котором прокладка который путали смеситель испортится а здесь что регулировать или снафиг с нашей земли и не надо еще урегулировать надо выдать военных преступников включая путин а и вы заплатить компенсации вот вам урегулирование на здоровье на 10 лет вперед зарегула чё хотят регулировать количество наших граждан которые они уничтожают они хотят отрегулировать или как чтобы убивали не по 400 человек в месяц а по этот самый по 40 всего лишь или по 200 предмет урегулирования какой какой предмет переговоров или их в изюм еще раз возить чтобы они посмотрели что такое урегулирование что такое договоренности с путинским режимом ну да предмет урегулирования понимаем путин путин ведь что будет предлагать на любом таком переговоре оставьте мне мои четыре области признайте статус крыма российского а я готов разговаривать по поводу демилитаризации только надо соглашение прекращение огня а мы можем садиться и разговаривать демилитаризовывать не демилитаризовать а все остальное пожалуйста он хочет этого ну а чего он хочет полгода знаешь что пеньком от собой что совпасовое пенек именно тоже да 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 так значит смотри вандерляйн заявил важную вещь она сегодня например сказал о том что вообще хватит заморозка для слабаков активов в в пользу его силятin начала можно что за wasn't this many end of your possible hmm и и не такая такая пандемия то автор поradeком безумным они прибегают все и конечно свои комфорды следующие номера счастливы а то у нас был как бы в область все данные новости Gradeтор готовит вы куда louis fast crowd а по knows thoseakes не Sweatoo с ним ограничена появится но можно ну G based matter всеと思ать кошмарить население. То есть, уже самое время, уже за их счет все восстанавливается. Они бомбят, за их счет восстанавливают. Но просто дальше будет хуже. Потому что зима и так далее. То есть, нельзя этот процесс затягивать. Вот я о чем. Ну, она же прозрачно намекнула на что. Что Еврокомиссия имеет сформированную позицию. Но только они приходят к национальным правительствам, там сразу возникает особое мнение. Особое лингерское мнение. Особое французское мнение. Особое немецкое мнение. И так далее. Вот поэтому все это непросто. Неполны решимости добиваться. Это очень серьезный союзник и глава Еврокомиссии. Ну, президент Еврокомиссии, ничего себе. Исполнитель власти ФИС. Фактически глава Евросоюза. И Еврокомиссары. Глава Европарламента. То есть, мы имеем четкую, очень четкую политическую позицию и стратегический план руководства Евросоюза в отношении режима Путина. Национальное правительство, да, часто размывают эти усилия. Национальный парламент. Ну, типа, как же мы у бедных людей, там, частных собственников. Берем яхту, которая там длиной 170 метров в силу. Он же не сможет, например, плавать тогда. Действительно. Ну, что? Надо быть погуманнее все-таки. Погуманнее, да. Конечно, что ж там. Не, ну, я надеюсь, что... И вот я лишний раз хочу повторить свой тезис, что война удивительным образом столь поругаемую бюрократию бюрократию. Да. А продемонстрировал, насколько без нее вообще, говоря, она незаменима, она важна. И зачем нужен Евросоюз? Выяснил, что он нужен для ценности и безопасности. Вот двух вещей. Открыть, да. Целая череда порытий. Падут кумиры, типа Маска, там, да. Этот самый, да. Как его... Наоборот, там, да. Евро-Евро-Комиссариат, от которых против Евро-Евро-Бюрократия, от которых практически никто ничего не ждал. Ну, вообще, прям. Да. Вдруг оказывают, демонстрируют чудеса, премяжести, ценности, говорили голосом коллективного чашеля, фактически, да. Ну, то есть, вот чем какая война хороша? Мой дедушка всегда говорил. Он говорил, что он прошел всю войну в разведке, в фронтах, секундочку. Люди, которые не выживали. А он сказал, говорил так, что в жизни ты можешь быть кем угодно, а не ты всегда будешь самим собой. Это касается не только воюющих, это всех касается в ситуации войны. Все стали тем, кем они есть. И проявились, как они есть. Вот ровно такие, вот я сейчас хочу сказать, вот ровно так, как люди сейчас ведут, все люди во всем мире. Люди, чиновники, а вот они такие и есть. В основном, по ядру личности. По периферии, конечно, они могут отличаться, там субличности могут выступать в разные времена, в разных условиях системы отношений. Но в целом, вот они такие, что мы видим в евробюрократии. Путин же начинал эту войну, потому что он ожидал, что Европа сдохла и выберет удобство вместо ценности. И вот вам, пожалуйста. На национальном уровне они заботятся, как говорится, о национальных интересах, прости, Господи. Вот, но как бы на общеевропейском, я же говорю, они говорят, как коллективный черчилль. Дорого стоит. Они с Джонсоном соревнуются в резкости заявления. Ну да, да, да. И в последовательности, абсолютно. И в последовательности действия, да, четко. Восьмой пакет ценностей там на подходе. Сейчас нефть будет 6 декабря обрублена на поставки в Евро-Российской нефти. Вот, и так далее, и так далее. Ступит принятый ранее закон. Там большие дела делают. За что им честь и хвала. Опять же, если почитать Борреля, там же тотальный переворот мировоззренческий в евробюрократии. Это его статью. Ты читал, да, надеюсь? Или еще нет? Нет, я еще не читал. Ну, там глобальный взгляд. Там про речь Листрас, которую она опубликовала. Боррель ее произошел. И 100 миллиардов евро, которые выделил Шольц на восстановление монтасферы и спецслужб, ну, как бы это посыпается. Оказалось, что Европа способна проснуться. И есть же основные функции, как музей. Музеи уже отвели. Все. Не способна есть ни на что в геополитическом смысле. Ничего подобного. Вот она проснулась, вот она нащупала вся где-то там яйца, да, и вот она там, значит, как бы выпрямляется. И получается, да. Джонсон, вернее, Ходжи же сегодня правильно сказал, что китайцы не могут простить России. То, что разбудили Запад. Разбудили, объединили, консолидировали. Хорошо, кстати, сказано долго. Да, потому что Китай до этого жил уже очень просто. Все было овко, и тут вы вот со своей войной. Ну, конечно. Купили Вольво, купили Сименс, да, приходили там, купили то, все, пятое, десятое. Это Вилов-то, да. Перекупили бы постепенно всю Европу. А нет, Европа кусается. Европа проснулась. Национализировали, немцы национализировали два крупнейших господомских предприятия, которые были черным кошельком для немецкой политики, коррумпированных не только немецких, костей. Мне было очень обидно за состояние Европы довоенных. А когда я видел, что происходит на этих переговорах, там, ТКГ, нормандский формат, я думал, боже мой, сейчас бы Карл Великий или Наполеон посмотрели, как любят себя европейцы. Они бы не поверили никогда. А вот оказалось, что перед лицом крупной угрозы люди начали реагировать, люди начали вспоминать старые какие-то ценности, архетипы, там, вечные. Старые, в кавычках, вечные. Так что старушка Европы сейчас прекрасно себя показывает. Они никак не сообразят. Правильно им сказал Байден, что, ребят, когда вы поддерживаете Украину, это не трата денег на поддержку Украины, это инвестиции в вашу собственную безопасность. Если Украина проиграет, то Российская армия придет туда не просто сама, а соединенная армия Украины и Белоруссии. А может быть, еще и еще. И вот тогда вы задолбетесь их останавливать по-настоящему. Сейчас Украина за вас это не будет и так далее. И кто еще сомневается, что они пойдут дальше, если Украина проиграет. Только уже взяв наши ресурсы, а как воюют украинцы, все уже видели. Это генетика. Конечно, придется убить два миллиона украинцев, которые там, патриоты, мозгокостей сражаются до последнего. Но потом, лет через 5-10, когда снова по варианту 30-х годов и 20-х, они подчинят Украину гипотетически. Можете представить, что будет. Поэтому, это я к европейцам обращаюсь, поэтому, как бы, подумайте. И арестующий президент, президент Байден, Марк Федигин, говорят вам одно и то же, и Бен Ходжес. Точно. Что, ребята, вы инвестируете в вашу безопасность. Это не подарки Украине. Нифига. И это касается не только военной помощи, но и прямой, экономической, восстановления и прочее. это ваша безопасность. Точно так. 43 почти минуты мы в эфире, почти 440 тысяч на смоль, больше 140 тысяч поставили лайки. А вот мы благодарим всех. Маленькое объявление, которое нужно сделать. Мы хотели показать из телеграм-канала Герасченко, нашего знакомого. Восьмилетнего мальчика, который один из... Да, восьмилетний мальчик Богдан остался практически один в обстреле в районе Бахмута и был спасен полицейскими. Родители мальчика погибли от взрыва бомбы рашистов. Мама была на сего месяца беременна, трупы пролежали на улице несколько дней. Когда Богдан узнал об этом, то сбежал домой от знакомой семьи, у которой жил. КОП организовали спасательный рейс под обстрелом за мальчиком. Половин пути нужно было двигаться пешком, чтобы не привыкать к нему. Сейчас Богдан находится в безопасности и ждет, когда его заберет к себе родная тетя. В этом сообщает национальная полиция Украины. Ну, в общем, конечно, естественно, мы мимо такой истории пройти не можем. Остался сиротой вот этот мальчик, восьмилетний, надо ему как бы помочь. Поэтому, если кто знает вот Богдана или его тетю, вы нам дайте знать, как нам с ними связаться и из нашего с тобой, да? Я узнал через полицию, Марк. Да, через полицию, куда переводить? Нам надо телефон, куда деньги переводить, потому что, ну, нужна карточка и так далее. Вот если кто-то хочет помочь Богдану, мы тогда данные какие-то тоже дадим, когда Алексей нам узнает эти данные. И как-то, ну, надо мальчику помочь, восьмилетний и сиротой остался и так далее, и так далее, и так далее. Ну, что же, завтра у тебя как планы? Все, ты вернешься? Да, все, четко. А, ну, все, завтра тогда в 22 часа всех ждем зрителей на очередной стрим, как обычно, как каждый день, с Алексеем Арестовичем. Обязательно прошу вас посмотрите предыдущий стрим с генералом Бену Ходжсом, командующим сил США в Европе. По-моему, это был очень интересный стрим вместе с участием с Алексеем Арестовичем. Да, хоть же, хоть же блестящий. Блестящий. Блестящий, блестящий. Блестящий, блестящий. Да, мы продолжим с гостями такие эфиры. Все это не просто организовать, поверьте, это очень легко и приятно смотреть, там, жаловаться на то, что там картинка подергивается. А на самом деле это все очень-очень-очень непростый и синхронный перевод. Если вы знали, что такое в некоторых условиях, да, просто выйти в эфир. Конечно, поэтому нужно снисходительнее к этому относиться. Мы стараемся для вас во многом, мы стараемся на то, чтобы война прекратилась, а это все требует неимоверных усилий. Так что встретимся завтра, мы благодарим всех. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фигенлав и на канал Лайв и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео по ссылке. Всем пока, до завтра.